МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Ртещева угрожал расправой участковому. Пьяный мужчина сначала притворился спящим, а потом набросился на правоохранителя с ножом. Уголовное дело, которое возбудили после скандального случая, стало для преступника 12-м по счету. До этого он поднимал руку на жену и дочь. Здравствуйте, это программа «Законный интерес». Меня зовут Жанна Марченко. Сегодня речь пойдет о семейных дебоширах. Случай Ртещева, к сожалению, не единственный. Скандальных жильцов хватает во всех районах области. Семейные дебоширы едва не самая распространенная категория преступников. Люди могут годами держать в страхе родных и близких, раскаиваться и снова дебоширить. Так что же толкает людей на преступления? Алкоголь, наркотики, суровый нрав? А самое главное, как бороться с семейным насилием? Ответы в нашей программе. Ренат, привет. Старший участковый полномоченный. С ВДВ, это мой близкий. Виталь. Краповый берет. Кто такой? Гражданин? Я понял, да. Гражданин. Гражданин. Из колонок русский шансон, названный боец спецназа, приходит в себя после шумной вечеринки. Обстановка в этой квартире не меняется вот уже 4 года. С тех пор, как хозяин вернулся из мест не столь отдаленных. Сидел за распространение наркотиков, покушение на убийство, изнасилование. Теперь на профучете. Данный гражданин провел около 10 лет в местах лишения свободы. На следующий момент он 2 года, 2-2,5 года находится на свободе. И в отношении него установлен административный надзор. Данному лицу запрещено появляться в общественных местах с 10 вечера до 6 утра. И также запрещено ему посещать места массового пребывания, скопления людей, спортивных мероприятий и так далее. Большую часть времени бывший заключенный проводит дома. Здесь же и дебоширят. Соседи не раз жаловались на драки в его квартире. В том числе и с участием бывшей сожительницы. Сейчас она сама за решеткой. За порядком следит участковый. Приезжают раз в неделю, если нужно и чаще. Бывает, не обходятся без протокола. Ведь часто за дверями таких же лищ творятся страшные вещи. Вы в каком состоянии находитесь? На улицу выйдете, гражданка? Сейчас инспектора ПДН будут вызваны. Ну пускай приходят, они у нас уже были. Когда они у вас были? Вы почему замечания не понимаете? У вас малолетние дети, вы пьяные находитесь. Где дети малолетние? Люди в форме здесь тоже частые гости. Но гостеприимство хозяйки напрямую зависит от того, в каком состоянии она находится. По словам соседки, женщина и выпивает, и употребляет наркотики. И делает все это на глазах у ребенка. Притон как был, так он и есть. Пьют, колятся и постоянно куролесят. А вот горе-мать свой дом притоном не считает. И на мужа, который часто скандалит и угрожает жене побоями, тоже никогда не жаловалась. А где супруг? С ней мать в квартиру спит. Пьяный? Нет. Частный? Да нет, ну выпили прям вот вчера еще. Хорошо отметили, да, вчера? Ну сестра приехала с супругом, ну с Москвы вот они на заработках были и что. С каждой такой матерью правоохранители подолго беседуют, объясняют, куда можно обратиться за помощью. Бывает, идут и на крайние меры. Зачастую в ситуации, когда в семье есть так называемый дебошир, страдают дети. Потому что, как правило, во всех этих семьях есть дети, они при всем этом присутствуют, они видят эту картину. Вот, и были случаи, когда наши сотрудники, мы выходили в семьи и приходилось забирать, ну грубо говоря, забирать детей из этих семей, спасая их от такого бытового насилия. Эта женщина до недавнего времени гуляла под градусом даже с коляской, но испугалась, когда узнала, что сыновей могут забрать в детский дом. Закодировались, обещали? Сколько уже не пьете? Ну, на неделю-две. Неделю-две, держитесь, нормально все? Скодировки, конечно. Могу справочку показать? Давайте справочку покажите. То есть сейчас проверили, она предоставила справку. Справка действительно печать герба, выставила, потому что она закодирована. Один ребенок опрятно одетый, то есть чистенький, в руках, грудной. Второго, она как пояснила, отдали в деревню к бабушке отвезти. В основном, в принципе, нарушений выявлено не было. Дебоширы всегда в центре внимания полиции и прокуратуры. Количество преступлений, совершаемых на семейной бытовой почве, пусть не растет вниз, но из года в год не сильно снижается. Это побои, насилие, причинение вреда здоровью, угрозы и покушение на убийство. Список на самом деле длинный. Вопросы профилактики преступности, в том числе семейного дебоширства, это на сегодняшний день рассматривается одним из приоритетных направлений и в деятельности всей правоохранительной системы, не только территориальных отделов полиции, но также и прокуратуры. Роль прокурора здесь как координирующая роль. Рассматриваются различные роды и виды коррекционной деятельности. Это проведение различных акций, анализов преступности, коррекционных мероприятий, межведомственных совещаний и коррекционных совещаний, выезды на наиболее криминогенные участки района. Пять лет назад во время одного из таких выездов работники прокуратуры узнали об одном необычном хулигане. Его образ явно отличался от классического домашнего тирана. Пенсионер, инвалид второй группы, военный в отставке. Сергей Иванович, я могу сказать, искренне признаться, что я был удивлен таким тоже поведением. Может быть, опять же, кто только, может сказать, не оступается в жизни. Ну, бывает всякое. По словам Сергея Ивановича, всему виной напитки с градусом. После того, как сломал ногу и почти не выходил на улицу, пристрастился к бутылке. Жена ругалась. Он поднимал на нее даже не то, что руку. Трось для ходьбы. Мужчину три раза привлекали к уголовной ответственности. Он продолжает стоять на учете. Прокуратурой района разработаны так называемые памятки. Это вот порядок рассмотрения сообщения преступления. Что касается, это разработан прокуратурой области, это ваш экземпляр. Я вам на память даю наркотики и ответственность. Все есть телефоны, к которым вы можете обратиться в случае ставших вам известных о противоправных действиях. Все там есть. Вот еще есть такая памятника «Береги жизнь». Надеюсь, она вам поможет в дальнейшей судьбе. И твое будущее зависит только от тебя. Все это вам. Внимательно изучите данные программы. В случае возникновения каких-либо вопросов вы можете позвонить мне лично. Такие мероприятия проходят не только в областном центре, но даже в небольших населенных пунктах. Поселок Расково. Местный отдел полиции. Буквально через час этот мужчина отправится под арест на 14 суток. Скандальный супруг не раз угрожал жене расправой. Поводом могла стать банальная ссора. Вами совершено было преступление в начале года. Как планируете-то избежать в дальнейшем таких последствий? Никуда я не собираюсь бежать. Не бежать. Не бежать. Избежать таких совершений и преступлений, как 119. Я больше не буду такого никогда повторяться. Вы понимаете, что большинство в отношении вашей же супруги... Сколько раз я тебе говорил, давай прекращай. И все равно ты довел до преступления. Я не помню, вы из-за этого все перестали пить, чтобы у вас такое больше не повторялось. Потому что семья мне тоже очень дорога. В настоящий момент у нас проведена профилактическая беседа совместно с сотрудниками муниципального отдела Саратовский. Для того, чтобы исключить факты совершения новых преступлений данным гражданином, а также административных правонарушений в сфере дебоширства, считаю, что данные мероприятия у нас, в принципе, проводятся на постоянной основе. И эти мероприятия у нас способствуют исключению фактов совершения новых преступлений, поскольку данным гражданином было совершено в начале этого года 119-я часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. К сожалению, заявления на супругов-тиранов пишутся чаще всего сгоряча. Но потом пол остывает, жена и муж мирятся, претензий друг к другу не имеют. И так до следующей ссоры, в которой есть все шансы закончиться трагедией. Мало кого оставила равнодушная история, которая произошла в декабре в поселке Квасниковка. Сбежавший из колонии поселения Сергей Дубовицкий убил жену на глазах у шестерых детей. Ну какие у тебя ощущения сейчас, что детей оставил без матери? Плохие. Сожалеешь? Сожалею. Вряд ли эта женщина не знала, с кем связала свою жизнь, которую оборвали 40 ножевыми ранениями. Если вы стали жертвой домашнего насилия, не стесняйтесь обращаться в правоохранительные и надзорные органы. И не молчите, если вы стали свидетелем жестокого обращения, особенно если обижают детей. Другие актуальные проблемы жителей, невыдуманные истории и громкие судебные разбирательства ждут вас в следующих выпусках. А на сегодня у нас все. Мы желаем вам только законных интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова